Ты тоже видишь, что я вижу, да? Да, я вижу то же самое, что ты видишь. Хороша. Девочка в карасанах. Девочка в карасанах. Смотри, раздевается. Раздевается? Раздевается. Блин, я ей же наверняка... Уже одевается. Ей должны были запретить раздеваться. Это же МТС. Майм, какие красные модные ботинки в стиле. Может, ей их как униформу тоже дают? Черевички. Ты знаешь, что модно сейчас любую обувь обитатели Рублевки называют черевички? Блин, нет, не знал. А я хожу, читаю газету «Большой город». Там недавно провели исследование вот этого сленга. Там интересное вот это почему-то мне запомнилось. Не знаю, я же... Мы маргиналы с тобой вроде... Маргиналы? Маргиналы и неудачники. Я поэтому и не знаю ничего про жизнь Рублевки. Я даже не знаю, где это. Рублевка? Рублевка. А мне тоже, я так географически не ориентирован в этом плане. Да. Я еще топографический кретин. Ну, ты даешь новые поводы себя обзывать. Эй, кретин! Эй, топографический кретин-очкарик. Куда... А, нет, это для водителей маршрута. Куда прешь, топографический кретин? Короче, был вчера... А есть же эта болезнь такая, топографический кретинизм. Да. Человек, который вообще не может на местности ориентироваться. Ну, не знаю, может она лечится, многие генералами становились. Вот такие вещи. Мне кажется, знаешь, вот есть вот у людей такие особенности. Вот, например, я всегда ломаю лопаточки для обуви. Ха-ха, классно. Причем сам того не желаю. Однажды пришел в гости к приятелю, он мне дает ложку, когда я уже одевал обувь. Я говорю, не, пластмассовую лучше есть, это же металлическая. Он такой, а что тебе пластмассовую не нравится? Я говорю, да я их ломаю. Он такой, да ладно, что ты хоть, блин, прикалываешься? Ну, я беру, короче, и ломаю. Вот. Потом с этим другом мы идем в гости в тот же день, сразу вместе. Мы как раз выписываемся, и приезжаем к девушке к одной. И когда от нее уходим, она мне дает пластмассовую ложку, я говорю, дай мне железную. А чувак уже со мной ржет такой, да-да-да, дай ему железную. Она такая, зачем? Да он ломает ложки. Она такая, да что вы, дураки что ли, на тебе. Я беру и ломаю ей ложку. А потом и сразу же движ такой, я ломаю ложку и начинаю ржать. Друг мой начинает дико ржать, потому что это вторая ложка на его памяти за день. Девочка вообще офигевшая, потому что пообещал мужик, мужик сделал. Стала сломать, значит сломает. Я тоже ржу, вхожу в психотерическое совершенно состояние, открываю дверь, выходить уже. Открываю дверь, а там как? Дверь открывается, здесь тамбур, дверь, а здесь дверь в квартиру соседей. Ага. И темно. И я открываю, и почему-то по наитию иду к соседям. Открываю дверь, она открыта, и прохожу до туалета, понимаю, что я нифига не в подъезде. Мужик выходит в трусах, вечер уже, часов десять вечера. И такой на меня смотрит. Я посмотрел, сказал, ой, извините. И вы уже. Нормально. А у меня вчера вся моя вот эта жизнь, ну мы маргиналы и неудачники. Буду теперь частенько. Нет, нет, мы еще бородатый и мудачок. Да, я очкаю. Или бородатый и дистрофан. Дистрофан. Ну, коротенько, что в блогах? В блогах интересного мало. Самое интересное, это, наверное, то, что, во-первых, про слоника, конечно же. Ну, как мы входим в общество слонов, мы не можем не пропиарить. В журнале ПигХ, такого персонажа, объявление о том, что в Армении, в Ереване женятся два слоника по армянским обычаям. Ну, причем одна слониха, это, соответственно, один слон, у них нормальные отношения, ориентация. Маша зовут слониху, да. Вторая такая популярная тема, это страшилки про интернет. Ну, там, желтые юзерпики, все умерли там, ну, как бы смешно одновременно, вроде как-то и не особо, но популярно. Надо лето просто подождать, и летом приехать в лагерь, и дети там будут точно рассказывать. Про белую руку, про белую простынку, ну да, это сказка. Уже будут рассказывать про интернет. Про юзерпики, про желтые. Дети сейчас... На ночь, перед костром. Вот, нет, такой ночь, две палатки, такой ноутбук, и на ноутбуке такой костер, как на экране. Да. Разожгли костер такие, посидели, пожарили виртуальных шпикачек, выжали виртуальные водки, виртуально поблевали. У меня была коллега, она поехала работать в подмосковный лагерь вожатых, и они были в лагере, в лагере, там вообще роскошь полная. Это мы тут маргиналы. И неудачники, а там просто. И один раз они пошли в поход. То есть из лагеря выдвинулись в лесок. Приходят, там уже все вообще роскошно. Во-первых, стоит фонарь посредине леса и горит. Во-вторых, стоят картонные, ну такие настилы фанерные для палаток, чтобы палатку не на землю ставить, а на настил. Ну что, кто костер умеет разжигать? Моя коллега говорит, я. С первой спички зажгла. Была популярна все следующие три дня. Типа, этот человек умеет разжигать костер. Сидят у костра, проходят ребята в камуфляже с собаками, такие охрана по лесу. Ну как вы тут? Да все нормально у нас, ну ладно, мы дальше такие пошли. И потом они узнали, что за день до этого прошла еще специальная служба, которая поморила всех комаров в этом лесу. Такой поход. Романтика. Стерильненький, стерильная романтика называется. Ну и популярный блог, запись в блоге, это объявление о знакомствах в газетах за 1907 год. Ну там, поэт-анархист ищет себе поэтессу-анархистку. Бродящий по краю бездны. Да, бродящий по краю бездны. А, много богатых людей оставляли объявления о том, что, ну, всегда были видны проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной, были проблемы в знакомствах, как познакомиться. А в то время, наверное, особенно. И вот появились видны объявления, это стало модным. Да, но объявления в газетах это умирающий жанр. Сейчас знакомятся все через ТВ-чаты. И там чаще всего, если там юноша, он пишет, какая у него машина. Ну да. Познакомлюсь, возраст, для каких целей. Ну, цель тут одна, конечно. И, типа, у меня там Ауди А6, например. И все такие, о, классно, Ауди А6. А тот, который был 20 минут назад здесь проскакивал на девятке, нас не устраивает у нас Ауди А6. А кто-нибудь сидит и кусает ногти, блин, я же уже позвонил тому на девятке. Ну да. А или там объявления в ТВ-чатах, я часто мы... Там трое пацанов сидят, потеют в бане. Девчонки, не желаете попотеть? Там, ну... Так. ТВ-чат